Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня будет интересное и, я думаю, для многих полезное видео. Мы поговорим о наиболее частых причинах ошибок, возникающих при прошивке микроконтроллеров. То есть о тех самых ошибках, которые нам показываются, когда мы пытаемся загрузить скетч, прочитать или изменить фьюзы, или записать загрузчик. Я расскажу о 12 самых распространенных проблемах, с которыми я сталкивался, и о том, как можно попробовать их устранить. Если кто-то из моих зрителей сталкивался с другими проблемами, напишите в комментариях. Попробуем разобраться и вместе создать наиболее полный гайд по решению проблем с прошивкой АВР микроконтроллеров, что поможет сохранить кучу времени и нервных клеток как новичкам, так и тем, кто давно в теме. Итак, начинаем. Первая и очень частая причина это плохое соединение. Это может быть как плохое соединение проводов, так и плохо припаянные ножки микроконтроллера к печатной плате или к плате-переходнику. Например, в случае микроконтроллеров в корпусе для поверхностного монтажа, те ножки, которые мы используем при прошивке, могли плохо припаяться контактным площадкам печатной платы или ножки могли спаяться друг с другом. Из тех примеров, что я уже показывал в своих видео, это может, например, касаться AT-Tini 10, у которого очень маленькое расстояние между ножками и бывает, что какая-то ножка спаивается с центральной, то есть с питанием или землей. Естественно, нормально прошить такой микроконтроллер не получится. Будет выводиться сообщение об ошибке. Если работаете с макетной платой, то тут тоже может возникнуть проблема с соединением. Например, вот у меня макетная плата, у которой разорвана шина плюса и минуса. Соответственно, не зная об этом и подавая питание, с одной стороны, мы не получим его в другой половине платы, с соответствующими последствиями для прошивки и работы нашего микроконтроллера. Пару раз у меня была ситуация, когда меня подводили те самые провода, удобные для макетирования. Провод на вид кажется целым, но на самом деле у него где-то внутри есть обрыв и сигнал он не проводит. Так что прежде чем искать другие ошибки, нужно всегда проверить качество соединения микроконтроллера и программирующего его устройства. Сюда же стоит отнести ошибки, когда путают подключение MISO, MASI и SCK. Или RX программатора подключают к RX программируемого устройства вместо TX или наоборот в случае USB TTL конвертера. Причина номер два. Так как я рассматриваю в своих видео среду Arduino IDE, то вторая причина ошибки прошивки микроконтроллера это неправильная или устаревшая версия Arduino IDE. К сожалению ошибка может возникать не только когда версия Arduino IDE слишком старая, но и наоборот слишком новая. Приведу пример. Касается он ATTENI 2313. На одном из ПК у меня была установлена версия Arduino IDE 1.8.13, а на другом 1.8.8. Так вот при правильном подключении и установленной библиотеке версии Arduino IDE 1.8.13 микроконтроллер успешно прошивался, а в версии 1.8.8 выдавал ошибку. После обновления версии с 1.8.8 до 1.8.13 ошибка пропала. Впрочем на странице библиотеки так и указано, что особо рекомендуется использовать версию 1.8.13. Так что желательно читать описание устанавливаемых библиотек. Там часто пишут минимальную версию среды программирования или рекомендуемую. Третья причина, тесно связанная со второй, это устаревшая библиотека. Потому что когда вы обновляете версию Arduino IDE, установленные библиотеки не обновляются. И получается, что давно установленная библиотека просто не может работать с новой версией Arduino IDE. Обновлять библиотеки нужно вручную через менеджер плат. Полезно вначале зайти на страницу библиотеки и прочитать историю версии и какие изменения они обновлением этим внесли. Теперь перейдем к ошибкам, связанным с программатором. Четвертый вариант ошибки, это выбран не тот программатор. Здесь опять же нужно открыть информацию о плате и посмотреть какой программатор поддерживает микроконтроллер и библиотека. Все AVR микроконтроллеры работают с программатором AVR-ISP-MK2, но он достаточно дорогой. Бюджетный вариант его замены это USB-ISP-программатор, с помощью которого можно прошить все популярные модели AVR микроконтроллеров. Можно использовать Arduino в качестве ESP-программатора. И для большинства ситуаций ее будет достаточно. Вот только для ATTENI 10 и других микроконтроллеров, программируемых по интерфейсу TPI, понадобится либо USB-ISP-программатор, либо AVR-ISP-MK2. Я это рассказывал в ролике про ATTENI 10. Иногда бывает, что Arduino прошивает микроконтроллер, а USB-ISP нет. Но чаще наоборот. Поэтому стоит попробовать разные варианты программаторов. Но у программатора тоже есть своя прошивка, которую, возможно, тоже потребуется обновить перед прошивкой микроконтроллера. Например, для прошивки той же TENI 10 чаще всего приходится обновлять прошивку самого USB-ISP-программатора, прежде чем загрузить скетч в ATTENI 10. Об этом у меня отдельное видео. Кто не видел, посмотрите, ссылка в описании и подсказках. Шестая причина опять же связана с программатором, а именно со скоростью прошивки. Дело в том, что часто микроконтроллер завода настроен на частоту работы 1 МГц и ниже, а программатор по умолчанию пытается его прошить на максимально возможной скорости. Скорость прошивки должна быть существенно ниже тактовой частоты микроконтроллера, иначе информация не загрузится и появится сообщение об ошибке. При использовании Arduino как программатора скорость загрузки можно понизить внутри скетча Arduino ESP, который и превращает Arduino в ESP-программатор, раскомментировав данную строку. В случае использования USB-ISP-программатора скорость загрузки снижается установкой джампера JP3. У большинства продающихся сейчас USB-ISP-программаторов эта гребенка контактов вообще не напаяна. Так что нужно припаять её самостоятельно. Пример я покажу на Atmega 8. Её подключение к программатору ничем принципиально не отличается от большинства других микроконтроллеров. При попытке загрузить скетч или записать загрузчик с помощью USB-ISP-программатора появляется ошибка. Устанавливаем джампер JP3. Вначале нам нужно записать загрузчик на медленной скорости. При этом в настройках мы устанавливаем тактовую частоту 8 МГц. То есть, по сути, мы изменим фьюзы микроконтроллера на работу с новой скоростью. После записи загрузчика можем спокойно записывать скетч. И после того, как мы установили частоту 8 МГц, уже можно снимать джампер и прошивать микроконтроллер на обычной скорости. Седьмая причина тоже связана с программатором. Так как программатор питается от USB-компьютера и, соответственно, питает микроконтроллер, в некоторых случаях на нём возможно просадка напряжения ниже допустимого. Тогда 5 В нужно подать от внешнего источника. Например, лабораторного блока питания. Подключаем вместо 5 В, идущих от программатора, 5 В от лабораторного блока питания. При этом земля и у программатора и у программируемого микроконтроллера должна оставаться общей. В результате мы запитываем микроконтроллер уже от лабораторного блока питания, а земля у программатора блока питания и микроконтроллера остается общей. В таком случае просадки напряжения на микроконтроллере не происходит и его программирование можно успешно произвести. Причина номер восемь – это проблема, связанная с reset. Дело в том, что при начале прошивки на микроконтроллер нам нужно подать логический ноль. Если этого не происходит, прошивка не начнется. Либо наоборот, ошибка возникает от того, что микроконтроллер пытается перезапуститься во время прошивки, и этого нужно не допустить, связав pin reset с питанием. Так что причина ошибки может быть в том, что микроконтроллер ресетится, когда не надо. Проблему можно решить, связав reset резистором на 10 кВт с питанием. При программировании Arduino Pro Mini во время загрузки скетча USB TTL конвертером нужно обязательно нажать кнопку reset на плате. В общем здесь есть индивидуальные особенности для разных плат, которые нужно учитывать. Причина номер девять – отсутствует загрузчик, либо неправильный загрузчик. Давайте попробуем прошить обычную Arduino Uno через USB и ASP программатор. Загрузим безобидный скетч Blink, мигающий штатным светодиодом. После этого подключим Arduino к компьютеру и попробуем загрузить в неё пустой скетч. Нам выдается ошибка. Такое впечатление, что мы всё испортили. Выход следующий. Вновь подключаем USB ASP программатор и нажимаем кнопку записать загрузчик. В Uno записывается стандартный Arduino загрузчик и после этого мы можем спокойно загружать в неё скетчи привычным образом. Десятая причина. Микроконтроллер был настроен на работу от внешнего источника тактирования. Например, от кварцевого резонатора. В прошлом видео я рассказывал, как подключение кварцевого резонатора помогает избежать сбоев при передаче данных по UART. Возможно тот микроконтроллер, что вам достался, настроен на работу именно с внешним кварцем. Естественно, что при отсутствии такового он не прошьётся. Тогда нам нужно взять кварцевый резонатор, например, на 16 МГц, подключить его к соответствующим пинам микроконтроллера. В настройках платы выбрать тактирование от внешнего external источника в 16 МГц и записать загрузчик через программатор. Всё. Теперь установленная частота работы микроконтроллера и кварца совпадают. Теперь, если нам нужно перейти на внутренний источник тактирования, мы, не вынимая кварцевый резонатор, меняем источник, скажем, на частоту 8 МГц и снова записываем загрузчик. После записи загрузчика вынимаем кварцевый резонатор и можем спокойно дальше загружать скетч. Одиннадцатая причина связана с фьюзами. У микроконтроллера могут быть установлен фьюз RST Disable или снят фьюз SPIN. Я рассказывал о фьюзах в отдельном видео. В обоих случаях мы теряем возможность программирования микроконтроллера ESP-программатором. Для восстановления фьюзов нам понадобится высоковольтный программатор. Что это такое и как его собрать на макетной плате у меня тоже было в отдельном видео. Ссылки в подсказках и описании. В планах у меня собрать более универсальный вариант и красиво оформить его уже на печатной плате. И двенадцатая причина, к сожалению, поправить которую уже не получится, это конечно же неисправность самого микроконтроллера. К сожалению, такое тоже бывает. Случается и брак и подделка. Поэтому на том же Алиэкспресс стоит просматривать отзывы покупателей и рейтинг товара. Хотя бывает что попадается брак и у проверенного продавца. Итак, надеюсь видео получилось полезным. Напишите свое мнение в комментариях, а также если сталкивались с другими проблемами и их решением, которые я не перечислил. Так мы вместе поможем тем, кто сталкивается с похожими ситуациями. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео.